Кадастровую стоимость коммерческой недвижимости, которая находится в собственности у индивидуальных предпринимателей, подняли в десятки раз. Сумма взимаемой платы доходит до 20-кратного увеличения стоимости. Рабочая группа Думы занялась этим вопросом. На заседании комитета представили два проекта решения. Администрация предлагает снизить налоговое бремя на текущий год. Второй проект заключается в использовании дифференцированного подхода. В зависимости от того, во сколько раз повысилась кадастровая стоимость, до 5, до 10, до 20, до 15, до 20 или свыше 20, дифференциацию сделать. Ставка будет снижена на 10%, на 20%, на 30% и тех, у кого более чем 20 раз, на 50%. Второй проект ещё сырой, признал Антон Ульянов налоговой. Пока непонятно, как действовать. Механизм работы ещё предстоит просчитать. Основной камень преткновения – снижение взимаемой платы городской бюджет, так как эти налоги принесут в казну города 27 миллионов рублей, которые уже включили в графу расходов. Для сравнения, в прошлом году сумма составляла 2 миллиона. Первый вариант с 30-процентной скидкой предпринимательское сообщество считает неприемлемым. Вот предлагаемая ставка, так сказать, со стороны администрации, со стороны городской думы. Накладываем одно на другое и, строго говоря, получается такая штука. Вот я платил 2 миллиона, 10 меня убьёт. Ну хорошо, давай сделаем тебе 9. Меня 3 убьёт уже. 3 меня уже убьёт. Всё, в принципе, мне достаточно. Ну там 8, 5 или 6, сколько хотите делайте. Это, ну извиняюсь за повторение, это мёртвому припарку. Это не даёт результат. Многократное повышение налога – это проблема не только предпринимателей, считает Сергей Трапезников. Когда у бизнесмена растут траты, он неизбежно закладывает их в стоимость продукции и услуг. Это законы рынка. Поэтому, если решения со снижением налоговой ставки не найдут, в обозримом будущем цены в городе неизбежно пойдут вверх. Каким образом арендный бизнес может взять деньги? Повышением, разумеется, арендной ставки. Кому он её повысит? Ещё более мелкому звену предпринимателей, которые либо, извиняюсь за выражение, умирают в смысле, так сказать, бизнеса, да, то есть всё, больше смысла нет этих нас. Либо дальше что делают? Повышают совершенно верно цену на товары и услуги реализуемые. В итоге часть бизнеса сворачивается вообще из того, к чему в том числе вы привыкли. Часть бизнеса повышает цены. Помочь бизнесу может как минимум 80-процентная налоговая льгота, считает Александр Вилков. По итогу комитета проект дифференцированного подхода отправили на доработку. Однако времени у депутатов всё меньше. Решение нужно принять на днях, поскольку 1 декабря истекает срок уплаты налогов.